Зачем Медведеву Единая Россия? На что жалуются ветераны войны? И почему некоторые произведения зарубежной литературы могут приравнять к наркотикам? Самые запоминающиеся высказывания уходящей недели смотрите прямо сейчас. Парад, возложение цветов, пламенные речи, увеченного огня. Для всех привычная 9 мая. Ветераны ко Дню Великой и своей победы относятся совсем по-другому и готовятся к празднику заранее. Григорию Фирсенко уже за 90, тем не менее, к Параду Победы он прикупил новую рубашку и галстук. Ветеран Великой Отечественной часто преподает школьникам уроки мужества, возглавляет Амурский комитет ветеранов. В общем, ведет активный образ жизни. Иногда, говорит, бывают моменты, когда стыдно становится за неуважение к таким, как он. Палата для участников войны отдана гражданскому. Он приходит утром, ему капельницу сделали. И он уходит ночевать. У него там и телефон есть, и телевизор есть. И вот он такой, значит, пришел, отличился и ушел. А ветеран войны в общей палате лежит. А вы представьте себе, в 90 лет пользоваться общим туалетом. Классику зарубежной литературы приравняли к наркоторговле. Госнаркоконтроль опубликовал список нежелательных к продаже произведений с элементами пропаганды психотропных веществ. По указанию ведомства из книжных магазинов теперь исчезнут антиутопия Олдсена Хаксли, О дивный новый мир и еще около 20 романов писателей прошлого века, среди которых Ирвин Уэлш, Уильям Берроуз и Шарль Бадлер. На сайте portamur.ru эта новость вызвала бурное обсуждение. Это акция, которая заставит всех срочно купить эти книги, пока их не убрали из продажи. Вам гунафилфак изучают и Бадлера, и Хаксли. Куда смотрит наркоконтроль? Ага. А вслед за ними Морфь и Баугакова, и игрок Достоевского. И черный человек Есенина на всякий случай. Мало ли, в каком состоянии он ему привиделся. А, еще Лолиту Набокова, которую страстно желает запретить РПЦ. Дмитрий Медведев может возглавить Единую Россию. Этой новостью уже никого не удивишь. На днях прогнозы обыватели подтвердил лично, пока еще глава государства. Он встретился с активом правящей партии, куда его, впрочем, и пригласили вступить. От предложений пополнить ряды единороссов президент не отказался. Если ты пользуешься поддержкой, ты не можешь разделять свою судьбу и судьбу той политической организации, которая тебе эту поддержку оказывает. Вот она политическая благодарность. Дальше, больше. В завершении своего общения с единороссами Медведев добавил, президент в будущем тоже должен быть членом партии. Цитата. Иначе мы не сможем объяснить людям, кто находится у власти. Конец цитаты. В принципе, ничего нового. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова